Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Новый поворот на пятую просеку. После ремонта проезжей части по улице Солнечной у самарцев появилась возможность добираться до пунктов назначения без пробок. Развивать, сохраняя, жителям города предложили принять участие в опросе, который касается модернизации исторической части Самары. Стабильный бизнес в условиях нестабильности. В Самаре предприниматели прошли обучение в рамках программы антикризисный маркетинг и финансовые технологии. Ведут погоню за лидерами. Баскетболисты Самары-2 побеждают в единой молодежной лиге. Делегация Самарской области, которую возглавляет Дмитрий Азаров, сегодня на форуме в Пекине приняла участие в секции по межрегиональному сотрудничеству. Президент Владимир Путин отдельное внимание уделил взаимодействию между нашими странами и логистической связанности регионов России и Китая. Именно этим вопросом была посвящена сегодня секция, отметил губернатор. Дмитрий Азаров подчеркнул, в Пекине уже состоялись встречи с рядом потенциальных инвесторов. Работа на форуме продолжается, резюмировал глава региона. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и историческому центру Самары присвоен статус исторического поселения. Он предполагает особое отношение к объектам архитектуры в его границах, развивать территории, сохраняя то, что уже стало исторической, культурной и персональной памятью многих поколений. Такую задачу ставят создатели концепции. Присоединиться к разработке предлагают и жителям Самары. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Пространство привлекательное для туристов и адаптированное для горожан и представителей бизнес-сообществ. Именно таким должен стать исторический центр Самары. Для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в улицы и здания старого города, сохраняя их самобытность и исторический облик, максимально учесть особенности всех сфер деятельности, наполняющих жизнью центр, было принято решение разработать концепцию реализации исторического поселения. Об этом глава города Елена Лапушкина рассказала в своем телеграм-канале. Наша общая задача – сохранить целостную историческую среду центра Самары, добавив в эту территорию новые стимулы для развития. Нам важно найти и реализовать прежде всего экономические механизмы для восстановления уникальной архитектуры и сохранения исторической среды, привлечь малый и средний бизнес, девелоперов и частных лиц, создать условия, при которых вкладываться в дома, несущие в себе историко-культурную ценность, станет привлекательно. Для этого нам нужно выстроить диалог со всеми неравнодушными к этой теме жителями. Параллельно администрации города разрабатывается муниципальная программа с конкретными мероприятиями по реализации концепции. Создается организация «Оператор». Жители города приглашают стать соучастниками процесса создания модели развития исторического центра. Для этого стартовал опрос на тему «Новая жизнь старой Самары». Он продлится до 19 ноября. Сейчас мы находимся на том этапе, когда нужно спросить людей, а это логично, спросить жителей города о том, что они сами думают об историческом центре, чем для них является историческая среда, какие смыслы для них важны, какие функции исторического центра они считают важными. Результаты опроса будут обобщены и учтены при работе над концепцией. Это только первый этап выяснения общественного мнения. Далее жителям будет предложено высказать мнение по отдельным направлениям развития исторического поселения, таким как туризм, предпринимательство и другие. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. В Самару прибыли очередные капитально отремонтированные вагоны метро. Их обновили на заводе в Санкт-Петербурге в рамках реализации региональной программы развития городского пассажирского транспорта Самарской области. Из депо репортаж корреспондента События Светланы Тимофеевой. Прибытие этого поезда сотрудники метрополитена ждали с нетерпением. В электродепо Кировское прибыль шесть вагонов метро. Их капитально отремонтировали на заводе в городе Санкт-Петербург. Весной у нас был заключен контракт с метровагонмашем на капитальный ремонт шести вагонов. Два головных состава и четыре промежуточных. Это все реализуется областная программа развития городского пассажирского транспорта Самарской области. И в рамках реализации этой программы как раз и происходит обновление подвижного состава. Вагоны обновили практически полностью. Из прежнего остались только кузов и рама. На заводе заменили колесные пары, облицовку, стекла и освещение. Внутри установили новую систему пожаротушения и видеонаблюдения. Между вагонами защитные устройства. Я думаю, что наши пассажиры будут чувствовать себя намного комфортнее, потому что в вагоне будет намного и светлее, просторнее. И, соответственно, цветовая гамма будет совершенно другая. И это добавит, так скажем, положительных эмоций. Да, вагоны очень хорошие, комфортные, уютные. Очень понравились. С нетерпением ждем, когда откроется станция театральная. Ну и с дальнего конца города сел в метро, доехал до площади Куйбышева до того, посмотрел какое-нибудь развлекательное мероприятие и вернулся домой без суеты, без всего. Очень удобно и комфортно. На линию обновленные вагоны выйдут через три недели. Все это время сотрудники завода и метрополитена будут проводить настройку и отладку электроприборов механической части. По окончании всей проведенной настройки состава мы будем выдавать в ночное время для проведения обкаточных испытаний на линии метрополитена. После успешных испытаний и обкаточных всех видов работ будет дана готовность к подвижному составу для работы на линии с пассажирами. В планах сотрудников метрополитена до конца 2024 года обновить весь парк подвижного состава. Обновление общественного транспорта в Самаре – одна из приоритетных задач развития городской инфраструктуры. Этому способствует ряд направлений деятельности администрации Самары и транспортных компаний, осуществляющих муниципальные перевозки. Так, в этом году было закуплено 50 автобусов марки МАЦ, которые обслуживают отдаленные районы города. Также МПТТУ расширяет парк благодаря приобретенным 12 трамваям, из которых 5 уже прибыли в Самару. Выделено финансирование на капитальный ремонт трех старых трамвайных вагонов. Поэтапное обновление транспорта в Самаре требует больших вложений. В планах – модернизация всей транспортной инфраструктуры города и улучшение качества пассажирских перевозок. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События. После ремонта на улице Солнечной и на проезжей части появился новый поворот на пятую просеку. Теперь, следуя по центральной улице микрорайона, можно повернуть направо по стрелке. Раньше этот участок вызывал затруднения у автомобилистов. Образовывалась пробка. Но теперь движение стало свободнее. Обо всем подробнее узнал Михаил Ермоленко. Улица Солнечная – один из важных маршрутов Самары. Движение здесь всегда оживленное. Дорога является дублером Новосадовой. Отсюда можно добраться как до важных социальных объектов, так и до улиц, ведущих на выезд из города. Однако, несмотря на популярность, на этом маршруте ранее, до ремонта, движение было затруднено. В час пик образовывались пробки. Но после обновления дорогу расширили и сделали дополнительную полосу, с которой можно повернуть на пятую просеку. Пробка постоянная была. Неудобнее вот эту вот загогулину проезжать. Но гораздо удобнее. То, что две полосы в моем направлении, в котором я ехал, лучше, чем одна. Гораздо. За счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» минувшим летом улицу Солнечную обновили на участке от Нововокзальной до 22-го портсъезда. Вложили новый асфальт с использованием смесей ЧМА-16 – 23 тысячи квадратных метров свежего полотна. Высокопрочное покрытие из этого же материала появилось и на новой дополнительной полосе автодороги. Люки смотровых и решетки дождеприемных колодцев во время ремонта выставили на проектную высоту – на один уровень с дорожным покрытием. Эти части коммуникации заменили на новые – антишумовые и антивандальные. После окончания ремонта проезжей части, ближе к пересечению с улицы 22-го портсъезда, специалисты расширили дорогу по Солнечной, обустроили заезд для общественного транспорта. Работы провели уже за средства городского бюджета. Сейчас в этой части города продолжается реконструкция улицы 22-го портсъезда. По заказу департамента городскостерства идет реконструкция данного участка. Там до настоящего момента выносят все подземные коммуникации для устройства дороги и тротуаров. То есть там будет прям полноценный перекрест. То есть мы у них посмотрели проект, подогнали также под этот проект нашу дорогу, нашу ширину. То есть я думаю, там когда откроется движение, заторов никаких не будет. В 2024 году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют обновить 22 участка. Как и в прошлые сезоны, проезжей части отремонтируют с использованием современных материалов и технологий. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. В Самарской области задержали водители катера с фальшивыми документами. По материалам Куйбышевской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело. В ходе проверки безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта был задержан 33-летний житель Дербента, который предоставил поддельное удостоверение, выданное в другом регионе страны. Однако по регистрационным учетам ГИМС МЧС России мужчина данным удостоверением не обладал. Куйбышевским транспортным прокурором были направлены материалы в следственный орган для принятия решения об уголовном преследовании. В результате в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ. Расследование находится под контролем транспортной прокуратуры. Далее коротко о других темах дня. Зимние шины за год подорожали на 8-14%. Как выяснили эксперты, стоимость шипованных зимних шин выросла до 6,5 тысяч рублей. Нешипованная зимняя резина за год также прибавила в цене и повысилась до 6 тысяч. По мнению специалистов, увеличение цен на шины связано как с ростом цен у продавцов, так и со структурой спроса. На данный момент объемы введенных в оборот шин отечественного производства на несколько процентных пунктов превышают импорт. Аналитики также отмечают, что сейчас уже налажен импорт массовых типоразмеров, работают производства под новыми брендами. Большие типоразмеры традиционно поставлялись только по импорту небольшими партиями, что в нынешних условиях стало сложнее. К тому же на их цену влияет курс рубля. Этим и объясняется рост их стоимости. В регионе 18, 22, 25 и 29 октября и 1, 5 ноября изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на одном из основных участков Куйбышской железной дороги, сообщили в управлении ведомства. Как стало известно, в связи с работами в эти дни скорректировали график движения электричек по маршруту «Мирная Самара» с «Изрань-1». Пассажирам необходимо обратить внимание на то, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Часть электричек будет выведена из расписания. С изменениями в графике движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении перевозчика. В Самаре стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она будет проходить до 27 октября и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Самарская полиция призывает жителей города не оставаться равнодушными и сообщать об известных фактах распространения веществ по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Самаре 373-76-40-334-62-03. Министерство обороны России приглашает молодых людей от 18 лет на службу по контракту. Для участников специальной военной операции предусмотрены дополнительные льготы и выплаты. Подать заявку можно в пункте отбора по адресу город Самара, улица Ленинская, 147 или через портал Госуслуги. Дополнительная информация по телефону 8-917-016-90-41. В России предлагают ужесточить правила, касающиеся покупки жилья с использованием средств материнского капитала. К вопросу предлагают привлечь представителей органов опеки и попечительства. Они должны будут дать разрешение на сделку и оценить пригодность квартиры или дома для проживания. Без их одобрения семья не сможет перевести продавцу средства материнского капитала. Сейчас сотрудников органов опеки привлекают к сделке только если она касается перепродажи недвижимости, купленной на средства маткапитала. Предлагаемые изменения призваны поставить барьер для тех, кто обналичивает материнский капитал через фиктивную покупку жилья, ущемляя интересы детей. 7 ноября в Самаре пройдет парад памяти. Он призван напомнить жителям города о мужестве предков, проявленном во время Великой Отечественной войны. Напомним, 7 ноября 1941 года на главной площади запасной столице состоялся военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность народа сражаться с врагом до победы. В нашем городе парад был самым многочисленным и продолжительным. В течение двух часов в нем приняли участие 25 600 человек. Только парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пронеслись 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Это был единственный воздушный парад в стране за все годы Великой Отечественной войны. Самолеты пролетали трижды над площадью Куйбышева, что создало эффект еще большей массовости воздушного флота и произвело неизгладимое впечатление на представителей дипломатического корпуса, которых эвакуировали в запасную столицу. Полки и эскадрильи фронтовой и дальней авиации попеременно пролетали над Куйбышевым на разных высотах в 2-3 эшелона. Задействовали все аэродромы области. Военный аэродром Кряж, Троекуровку в Сызране, Горожданский аэропорт местной авиации в Смышляевке, аэродром авиазаводов, строящихся на Безымянке. В память о тех событиях ежегодно 7 ноября в Самаре вот уже 11 лет проходит военный парад. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Парад памяти, герои и подвиги». Стабильный бизнес в условиях нестабильности. В Самаре предприниматели прошли обучение в рамках программы «Антикризисный маркетинг» и «Финансовые технологии». Опытные преподаватели и эксперты рассказали бизнесменам об основах интернет-маркетинга, инструментах привлечения клиентов и популярных маркетплейсах. Как предприниматели планируют применить новые знания, расскажет Ксения Баканова. Светлана Матвеева – начинающий предприниматель. Занимается производством шоколада с апреля этого года. Рассказывает, бизнес уже начал приносить свои первые сладкие плоды. Появились постоянные клиенты. Продукция расходится на ура, однако хочется продавать еще больше. Светлана уверена, любой успех – это труд. Поэтому решила пройти обучающие курсы. Теперь ее бизнес заиграет по-новому, и жизнь точно будет в шоколаде. В Самаре 56 предпринимателей прошли обучение, в рамках программы «Антикризисный маркетинг и финансовые технологии». Каждый мог выбрать для себя удобный формат занятий – посещать лекции очно или в онлайн-формате. Продолжительность курса – 24 часа. Как продвинуть свой товар, как при этом использовать сайт, как при этом использовать рекламу разного вида. Все эти тонкости, все эти рассматриваются, как для того, чтобы каждый мог посмотреть на себя, как бы со стороны, с точки зрения вот этих общих требований или общих рекомендаций, где он недорабатывает, где он не использует то, что можно использовать для того, чтобы достичь лучшего результата. Специалисты говорят, единого рецепта успеха для предпринимателей не существует. У каждого свои цели и планы. Это всегда индивидуальная история. Многое зависит от отрасли и других факторов. Нужно смотреть по ситуации, кому-то нужны знания по именно маркетинговые знания, как позиционировать себя на рынке, как продавать продукты, кому-то необходимо знание, какие технологии можно внедрить, чтобы бизнес был более успешен. Обучение прошло на базе Самарского государственного экономического университета. Его организатором выступил Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Планируем, что данные циклы обучающих мероприятий будут продолжены и в 2024 году, и мы нацелены на долговременное сотрудничество именно с опорным вузом для экономистов. После окончания программы каждый слушатель курса получил удостоверение о повышении квалификации. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Почти половина россиян предпочитает узнавать новости из интернета. Ежедневно во всемирную сеть заходят 93% жителей страны. Причем 17% из них проводят в сети более 8 часов ежедневно, а почти половина – до 4 часов. Телевидение тоже не сдаёт позиции. Его смотрят 77% опрошенных. Больше половины из них делают это каждый день. Такие данные по результатам исследований предоставляет одно из социологических агентств. Опрос проводился 5 и 6 октября 2023 года среди 6500 россиян старше 18 лет. Интернет-СМИ сегодня главный источник новостей для 46% россиян. На втором месте – телевидение. 42% опрошенных узнают о происходящем с голубых экранов. Новостные телеграм-каналы предпочитают 33% респондентов. 20% узнают о событиях из разговоров с родственниками, друзьями и коллегами. А 17% – из пабликов в соцсетях или видеохостингах. 7% россиян по-прежнему чаще всего слушают новости по радио, а 2% читают на форумах. Каналы в телеграм, как источник информации, показали самый высокий прирост за год. В 2022 году информацию из них получали 26%. При этом по доверию на первом месте среди россиян информация от родственников и родных. Этот показатель выше, чем у ТВ-каналов, в телеграм и интернет-СМИ. Полузащитник королев советов Никита Салтыков забил гол за молодежную сборную России по футболу. Юные баскетболисты «Самары-2» одержали две победы в Красноярске, а теннисисты продолжают покорять Азию. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Молодежная сборная России провела серию встреч с бразильскими молодежными командами. Полузащитник крыльев советов Никита Салтыков сыграл за россиян в трех матчах. Против Палмейрос он провел на поле 68 минут, сборная России победила 3-1. Против Сантоса Никита отыграл 57 минут, заработал пенальти и реализовал его. Россия победила 6-4. Против Сан-Паулу он сыграл весь матч, встреча завершилась 1-1. Баскетболисты «Самары-2» провели две игры в рамках единой молодежной лиги в Красноярске против Енисея-2. Первая игра прошла при тотальном преимуществе Волжан. Уже к большому перерыву самарцы вели 33 очка и спокойно довели матч до победы – 95-53. Второй матч получился более боевым. Сибиряки даже несколько раз выходили вперед, но в концовке более собранными оказались самарцы. 67-60 – победа «Самары-2». Команда идет среди лидеров в турнирной таблице. В китайском Нанчане проходит теннисный турнир категории WTA-250. В матче второго круга встретятся две россиянки – Вера Звонарева и уроженка Тольятти Диана Шнайдер, которая в первом круге переиграла китаянку Джу Линь 6-4-6-0. Также Диана прошла первый раунд и в парном разряде, выступая в одной команде с колумбийкой Марией Оссорио-Серана. Они переиграли австралийско-нидерландский дуэт – Оливию Тиандрамулию и Ариани Хартона 6-4-6-4. В Стерлитамаке завершилось первенство Приволжского федерального округа под дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 474 спортсмена из всех 14 регионов округа. В составе сборной Самарской области выступили 57 дзюдоистов, завоевавшие 10 медалей. Одну золотую, она на счету Екатерины Ягич, 5 серебряных и 4 бронзовых. С 22 по 26 октября в Тольятти пройдет всероссийская спартакиада специальной олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие около 300 особенных атлетов из 23 регионов Российской Федерации в возрасте от 8 лет и старше. Самарскую область будут представлять 80 спортсменов. Специальная олимпиада России – движение, занимающееся проведением соревнований для лиц с нарушением интеллекта. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта здравоохранения. Напоминают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 миллион граждан России. В 2023-м количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 миллионов граждан. Получить направление на диспансеризацию легко. Достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобятся только паспорт и полис ОМС. Управление МВД России по городу Самаре информирует, что в столице региона на добровольной основе проводится прием незаконно хранящегося оружия у населения, а также боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение, говорится в телеграм-канале Железнодорожного района. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния сданных предметов. По всем вопросам сдачи оружия нужно обращаться в Главное управление МВД России по Самарской области по телефонам 278-22-22, 278-22-23, а также в Управление Росгвардии по Самарской области 339-48-81, 339-48-52. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что отдельным категориям граждан, проживающим в Самаре, предоставляется компенсационная выплата на первичную установку газового счетчика. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-16-36. В администрации Советского района продолжаются информационно-правовые семинары и консультации для председателей Советов и актива МКД в рамках проекта «Мой дом». В ходе встреч жителям рассказывают про мобильное приложение госуслуги «Точка дом», которое упрощает управление МКД. В телеграм-канале Советского района говорится, что с ним можно контролировать расходы, направлять обращения в госорганы, оплачивать ЖКХ без комиссии и многое другое. Семинар также охватывает вопросы безопасной эксплуатации, газового хозяйства и правила благоустройства. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»